Всем здравия! Я Роман Головин и сегодня хотел с вами поговорить о медитации. Я уже несколько лекций снимался на канале, даже где-то на Кипре снимал у себя в дворе, вот на природе. Сегодня более глубоко хотел бы углубиться в эту тему. Я думаю, что будет интересно. Тема на самом деле для некоторых такая мифическая, загадочная. Многие даже люди, которые меня берут в консультации, не до конца понимают, как это надо делать. Я всегда привожу некоторые примеры. Вот представьте, вы никогда не были физкультурником, не спортсменом, не приходили в спортзал. Вы пришли в спортзал без тренера и начинаете заниматься, начинаете заниматься и у вас ничего не получается. Как держать штангу, гантели, как подойти к этому штангу, штанге, гантели. Вы тоже не знаете, правильно? Или вы в школу самостоятельно пришли без учителя. Естественно будет тяжело, естественно будет непонятно. Поэтому надо тренироваться, надо работать над собой. Видов медитации существует очень много. Я сегодня попробую по некоторым пробежаться, так как мы очень много работаем с высшим разумом и они говорят, это работает, это не работает, это раньше работал, это у некоторых работают людей. Итак, что же можно сделать? Не у всех есть возможность, конечно же, проконсультироваться у меня, у других людей, кто-то ограничен финансами. Но опять же скажу, большинство людей, которые сегодня пытаются развиваться, осознали, они могут медитировать. Кому-то йога даже подходит. Большинству людей можно спокойно медитировать. Опять же скажу, кому-то лежа подходит, кому-то сидя подходит. И причем есть у людей конкретно прописано в программе, как медитировать, допустим, лежа, скрещивать ноги, класть руки на груди, скрещивать, ладонями кверху. Есть у людей, у которых есть выбор, хотят сидя, хотят лежа. Так же самое есть люди, у которых конкретная медитация прописана. Те вещи, которые прописаны в программе у человека, они направлены на открытие сверхспособности. Для сущностей, что такое духовное развитие? Это открытие сверхспособности. Если у человека развиты какие-то сверхспособности, человек может уже контактировать хотя бы для себя. Это уже первая ступень развития. Большинство медитаций, которые представлены в интернете и школах, которые обучают мастера и различные виды йогов, инструкторов, они общие. То есть они направлены на общее развитие. Я никоим образом их не дискредитирую, не говорю, что они не нужны. Есть очень много еще неразвитых людей, которым надо начинать с этих медитаций, которым вообще ничего открывать не надо. Они хотя бы могут тренировать свои мысли, концентрацию, приходить более к осознанности. И через эти медитации люди начинают духовно развиваться. То есть искать хотя бы хоть первый маленький шажочек, поиск чего-то, поиск какой-то истины. Многие по книгам ищут эти знания, кто-то через учителей, кто-то есть такие люди, которые вообще практически все школы перепробовали, основные. Это тоже хорошо. Люди ищут, ищут. Но, конечно, тоже есть огромный минус, когда люди начинают искать. Они за это время такой информации нахватаются, что потом, когда они реальную истину находят, очень сложно их переубедить, объяснить, что это не так. Этого нет, этого не существует. Это лишнее. То есть есть вещи, которые нам надо обязательно делать. То, что мы не даем на своих консультациях. А есть вещи, они как бы подготовительные. То есть вы можете их использовать как подготовку. Допустим, у вас нет возможности попасть на консультацию, оплатить ее, например, пойти в какую-то школу. Есть бесплатная школа, есть в интернете очень много медитации. Вот, например, какие бывают вот медитации, да. Например, концентрация внимания. Вот во время медитации у каждого человека есть определенная концентрация, на что нужно концентрироваться. Есть общие какие-то моменты, а есть настолько индивидуальные моменты, что они подходят только этому человеку. Его уже подготовленности, развитости, да. Именно духовного развития. И сущности говорят, вот на данный момент вам подходит вот такой вид концентрации. И самая основная медитация это концентрация. Это самый-самый ключ ко всему. То есть нужно научиться концентрироваться. Если почитать в интернете, какие бывают концентрации, их очень много. Их на дыхании, да, там может быть концентрация. На чакрах какие-то бывают концентрации. Мантры произносят специально. Какие-то слова ключевые. Масса концентрация и их можно перечислить бесконечно. Каждый день они будут у вас новые появляться. Эти медитации, концентрации и так далее. То есть естественно каждый человек, каждый гуру хочет выделить себя, да. То есть и так далее. Но это неплохо. Если человек с благими намерениями, что именно мы должны развиваться, то да. Но если человек или душа какая-то темная, например, да. Или человек просто хочет прославиться, заработать там каких-то денег и так далее. Это, конечно, неприемлемо. И человек может очень глубоко вводить в заблуждение. Главное, чтобы человек понимал, куда он движется. Что есть общие медитации, которые основная масса гуру на земле дает. И есть конкретные медитации. То, что мы даем для конкретного человека. Немножко хочу вас разочаровать, что таких гуру мастеров, их единицы, их можно вот на этих пальцах пересчитать на земле всех этих гуру. Кому можно реально обращаться и кто индивидуально работает. Остальные, они просто дают общие медитации, как бы, да. И почему я это говорю? Вам просто нужно знать, что если вы куда-то собираетесь там ехать в Индию, в какие-то страны, там Непал, допустим, Таиланд, обучаться этим вещам. Не обязательно туда ехать. Понимаете? То есть там вам ничего такого супер не дадут. Да, есть мантры специально очищающие. Да, есть мантры, которые, допустим, могут на вас подействовать. Если у вас есть конкретная мантра, а если даже несколько мантр у вас прописаны, то эти мантры, другие, вам никак не подойдут. Они вам будут мешать развиваться. Есть люди, у которых это не прописано. Тогда можно эти мантры читать. Но, опять же, повторю, многие мантры устарели. Есть, да, мощные мантры. И вообще не надо использовать. Они для многих очень мощные. То есть вы начинаете их читать, вам не очень хорошо потом становится. Ну, если вы хотите, вы можете просто методом проб и ошибок просто попробовать, экспериментировать. Будут проблемы у вас со здоровьем, не будут проблемы и так далее. Проще, конечно, заказать консультацию, как бы, да, и все расставить на свои места. Не думаю, что так это все, на самом деле, сложно сделать. Когда мы начинаем экспериментировать, ну, кто-то не верит, например, там, нам, например, да, еще кому-то, то, да, вот, для таких людей я сегодня вот эту лекцию рассказываю. Я сам люблю экспериментировать, вот, и когда я переходил на середине, столько там экспериментов понаставил. Ну, слушатели моего канала, они знают, какие у меня были эксперименты. Сейчас немножко я успокоился, как бы, да, в этих экспериментах. Потому что, ну, принципе, уже все понятно. Тем более, когда контактируешь с Высшим Разумом, там все тебе разжевали, вроде положили, все объяснили, все эти нюансы, тонкости. И ты начинаешь все это понимать. И когда ты на себе это все применяешь, ты понимаешь, да, вот это работает, это тоже работает. А то, что я раньше делал, можно это вообще не делать. Просто это выброшенное время. Но это тоже поиск истины, куда от этого не деться. Есть различные буддийские медитации, там, индийские медитации, там, да, есть медитации, которые стоя, якобы, в движении. Это не медитация. Они на нашей планете не работают. Есть очень много различных медитаций, но это не медитация. Это просто, как бы, знаете, вот, какие-то упражнения просто. Рефлекторные какие-то. Есть, когда даже какие-то, вот, монахи делают упражнения, физических упражнений. И типа, это медитация. Это не медитация. Это не работает все. Это, можно сказать, мини, какие-то такие, знаете, концентрации. Тренировка сознания и мыслей, это очень важная вещь. То есть, когда человек впервые начинает медитировать, на чем-то концентрироваться, у него не получается. Мысли убегают часто. Идет концентрация. Какая бы ни была концентрация, вы просто должны остановить все мысли и концентрироваться только на этом. Сколько сможете? 15 секунд. Потом мысли побежали. Следующий опять раз. Через минуту вы опять ловите себя на том, чтобы вы о чем-то думаете. Опять мысли собираете и опять концентрируетесь на том, что нужно концентрироваться. Неважно, после моей консультации или вы сами пытаетесь это сделать. Вы словили эти мысли, начинайте на этом концентрироваться. И чем больше это будет получаться, тем быстрее вы будете открывать свои сверхспособности. Я часто говорю своим подписчикам, клиентам, которые обращаются, даже если вы не знаете, что нужно открывать, но знаете правильную концентрацию, эта концентрация, она все равно откроет вам эти способности, которые у вас заложены в программе. Когда человек начинает духовно развиваться, у него открываются эти сверхспособности. После этого наши создатели, ваши именно создатели, вашей души, кто за вами наблюдает, контролирует вас через англо-хранителя, а он не видит, что вам надо переписать программу, что вы серьезный человек, вы духовным развитием занимаетесь. И вам добавляют какие-то сверхспособности. Но глядишь, и в этой жизни можно контактером стать какими, хотя бы для себя. Вот, если будет желание. Это не для того, чтобы там зарабатывать деньги, а развиваться хотя бы самому. То есть это развитие. Многие просто откладывают, да мне некогда, мне там деньги надо зарабатывать, да мне там надо с детьми повозиться, еще что-то. Поверьте мне, самое основное это ваше духовное развитие. У нас нет коллективного развития. Если положить на чашу весов, например, ваше развитие конкретно ваше, вы эгоист как будто бы, да. И положить на другую чашу семью, детей, там работу, ваших друзей, помощь кому-то. Поверьте мне, вот эта чаша эгоизма все равно перевесит. Это больше ценится сущностями в сотни, в тысяч раз, чем вот то, что вы будете кому-то помогать и так далее. У каждого своя жизнь. Понимаете? И часто мы хотим, чтобы наш сын стал великим врачом там, кем-то еще, или там тем же там гуру каким-то духовным. На самом деле у него другой путь, например, может быть в этой жизни. Понимаете? Поэтому иногда мы не очень правильно это все воспринимаем. Есть какие-то основные моменты, которые надо делать людям. И часто даже вот я говорю там со своими клиентами, да, и вот я работаю на канале там, ну естественно, как обычно, время мало. Естественно, все равно я стараюсь для себя выделить какое-то время. Максимально, по максимуму, да. Могут быть где-то конфликты в семье, да. Может быть там клиенты бы хотели бы, чтобы он сразу сделали. Всю секунду по их запросу, да. Ответили на их вопросы. Но есть личное время как бы, да, и обязательно им надо выделять. Желательно хотя бы через день этим заниматься, выделять время. Это очень важно. Опять же скажу, это не везде написано, что медитирует до бесконечности нельзя. Многие монахи сидят и с утра до ночи где-то там медитируют. Это не работает. Почему? Потому что есть время определенное. Больше которого нет смысла этим заниматься. Это ничего не дает. Это то же самое, что я сейчас пойду качаться в зал. Я тоже много чего перепробовал. Можно и по пять часов заниматься, и по двадцать что ли. Но мышцы-то не вырастут. А можно заниматься в день по двадцать минут, они расти будут. То есть здесь такой же самый принцип. Никуда от него не деться. Есть принцип именно умеренности. То есть если прописано по программе там медитирует пять дней в неделю по полтора часа, значит только нужно медитировать. Если прописано три-четыре раза там по часу, значит столько-то достаточно. Есть люди, у которых просто семь дней в неделю по максимуму. Просто это говорится о том, что человек либо очень серьезной миссией обладает в этой или следующей жизни, либо в прошлой жизни не развивался нормально духовно, то его нагрузили в этой жизни по максимуму. Поэтому такие существуют максимальные загрузки. Очень много разных медитаций. Вот пранаяма, например. Да, вот сколько бы мы раз не спрашивали по пранаяму, да, цигун пранаяма, например. То есть все вот эти вещи, да, та же цигун гимнастика, пранаяма, дыхание, дыхание, они подходят только определенным людям, определенным развитым уже людям, которые, у которых не прописаны конкретные дыхания, там мантры, они могут это применять. И вот многие методики, там, да, там, тантра, там, крия, кундалини медитация, там, чакра медитация, йогическая медитация, мантрами. Их просто тьма этих медитаций, рефлекторная медитация. Их очень много. И большинство из них, они, я бы сказал бы, да, они направлены на подготовку к основной медитации, да, то есть, чтобы вы научились концентрироваться. Возможно, вам эта концентрация вообще не подходит. То есть, она вам еще не даст практически, но вы можете научиться собирать свои мысли, чтобы вы могли концентрироваться, когда вы получите ту заветную концентрацию, которая реально вам подходит. Вот, как древнему человеку дать автомобиль и сказать, давай, вот найди способ завести его и поехать. То есть, просто надо создать бензин, залить определенный, он поедет, повернуть ключ и все. Также здесь мы ищем, ищем, ищем и вот та заветная концентрация, которая будет на вас работать мгновенно. Естественно, вот эти все медитации хороши, потому что они заставляют ваш поток мыслей собраться и вы его держите, вы держите, скажем так, в определенном направлении и он у вас никуда не убегает. То есть, это был огромный плюс. Трансцендентальная медитация, например, да, она тоже далеко не всем подходит и только избранным людям. Если вот взять, я не знаю, там всех моих обращающихся людей ко мне, но я даже не знаю, там 0 0 0 0 1 процент кому подходят такие виды медитации. Да, они дополнительные, они не основные, это все дополнение, это при как бы медитации, когда человек этим начинает увлекаться, просто хочет попробовать. Ему интересно, какие виды бывают, что они дают, сделать какие-то эксперименты. Вот вы экспериментатор, вам это нравится и да, естественно, или те люди, которые просто не знали, что есть вот такие знания, как сейчас мы даем, естественно, они пробовали мета ошибок искали. Да, это нормально, потому что других вариантов нет. В книгах, к сожалению, уже давно изъяли эти знания, большинство этих знаний изъяли. Вроде бы есть медитация, да, если вот так логически подумать, эти медитации есть, но они мало что дают. То есть большинство вот этих гуров, учителей, которые сидят в этих медитациях, в монастырях там, ездят на семинары и так далее, то есть они не являются ни контактерами никакими, да, то есть у них нету сверхспособностей каких-то. Да, они классно концентрируются, да, они там могут дышать правильно. Многие люди, они когда занимаются дыханием, задерживают по 3 минуты, по 5 минут дыхания и кричат, вот вы мне там дали дыхание, которое там задержка 8 секунд, выдох там еще сколько-то секунд. Это что за ерунда? Я там могу задерживать там по 3, по 5 минут. Это не работает. Вы тренируете, вы не забывайте, вы тренируете свое физическое тело. Те секунды, которые у вас прописаны в программе, они именно рассчитаны на то, как триггерный механизм в раз и срабатывает. Вот этим ценны конкретные секунды, конкретные индивидуальные мантры, конкретные руны, не те, которые есть в интернете, в книжках, которые не будут работать. И некоторые люди, поработав с этими мантрами и рунами, уже ощутили негативные последствия с чужими. Так что будьте аккуратны. И какие-то вы ищете в древних книгах какие-то руны, какие-то ведические знания. И вам кажется, что вот все, я нашел, я нашла все, это просто открытие какое-то. Я буду на себя применять. Поверьте мне, ушел тот век, то время, когда это использовали. Сейчас другое развитие у землян. Совершенно другие мантры нужны, совершенно другие руны нужны. Поэтому очень советую быть аккуратным. Поверьте мне, можно столько наломать дров, что гораздо больше будет негатива, чем позитивное развитие. На самом деле все настолько просто. Но чтобы понять вот это все простое, вот я сколько перелопатил информацией, также занимался поиском. Не помимо того, что у меня рядом мама была всю жизнь, которая этим занималась. Вот и тоже ездила, и в Индию училась. И когда еще Советский Союз распался, только границы открыли. Они поехали в первой группе туда. Ее отобрали там среди сорока человек, двоих их, по-моему, отобрали. И они там обучались. Но в то время, да, это было что-то такое. Когда эти первые экстрасенсии появились, Джуна там, вы все знаете, как бы, да, еще многие до сих пор живы. Вот. Но это не панацея. То есть те люди до сих пор, которые занимаются этим, они до сих пор не уловили многих моментов, как это все работает, для чего это нужно и как это происходит, как развитие происходит. Вот для чего вообще это нужно делать. Есть непрерывное духовное развитие, о котором я постоянно говорю себе на канале. Когда человек из жизни в жизнь начинает открывать и сверхспособности. Переходя на стадию полубогов, богов, создателей. То есть идет развитие. То есть сначала мы вроде бы ничего не можем. Над нами строгий контроль. Потом что-то открывается. Мы можем с кем-то уже контактировать. Еще канал неустойчивый. Влезаю туда темный в этот канал. Потом становимся более серьезными людьми. Контактерами, да, то есть можем уже с разными сущностями. Там нарабатываем опыт. Еще жизнь проходит, еще жизнь проходит. Когда человек, душа, уже может контактировать несколько жизней подряд, можно назвать таких людей индига. Естественно, когда вы уже контактируете, вы уже понимаете, как все строится, какие сущности бывают, куда надо двигаться, уже легче. Также можем помогать с помощью этих знаний уже другим людям. Помогаем другим людям, тратя энергию. Получая взамен что-то там. Каждый считает, что он должен получать взамен. Либо помощь, либо деньги, либо другую какую-то энергию, да, в виде физической какой-то помощи и так далее. Каждый сам решает. Вот. И таким образом мы развиваемся. Далеко не на всех планетах есть материальные вещи, как у нас на Земле. Поэтому большинство планет просто там души развиваются. Вот. И никто им не мешает. У нас на планете сегодня очень много темных. Книги все переписаны. Медитации вот эти основные все удалены. Вот. Если в них, во все эти медитации посмотреть, там только есть поверхностное знание. Очень поверхностное. То есть человек, который не имеет доступ к какому-то реальному контактеру или к информации, он не выйдет все равно на это духовное развитие. Ему все равно тяжело будет. То есть это только нужно настолько обладать интуиция. То есть должна разная интуиция быть, что вот вот эти все медитации перепробовать и внутри понять, так это мое, это не мое. Потом не забывайте программы, что периодически меняется два-три раза за жизнь. И некоторые, да, люди ощущают, да, Роман, у меня изменилась программа, посмотрите, пожалуйста, да, на самом деле изменилась. Человек ощущает, да, вот раньше какая-то прострация была, там человек либо на отдыхе находился, либо в зале ожидания, бац, что-то изменилось. Человек уже понимает, что у него тяга к чему-то появилась, то есть мысли какие-то другие в голове. То есть таким образом ангел-хранитель направляет вас, создает ситуацию и вы начинаете задумывать, так что в моей жизни произошло, если человек смотрит там каналы духовного развития, книги читает в этом направлении, развивается, он сразу поймет, что да, надо двигаться куда-то теперь в другое русло, то есть нужно узнать либо почувствовать. И таким образом человек начинает движение в том направлении, которое задают наши учителя. Медитация, да, очень много дзен-медитации, випа-сана, то есть мы все про них спрашивали. Опять же повторюсь, они не подходят большинству людей и медитация это инструмент для разных целей. С помощью медитации, повторюсь, я уже говорил в одной из лекций, можно заснуть, когда бессонница, да, с помощью медитации можно способности открывать, о чем я всю лекцию говорю. С помощью медитации можно лечить себя, далеко не все это могут делать. Дальше, с помощью медитации можно расслабляться, научиться, концентрироваться. Часто вот я тоже медитацию использую, чтобы умные мысли в голову приходили. То есть иногда лежишь там, например, что-то нужно решить, раз, мысль пришла в голову, ага, так, давайте подумаем. Да, и на самом деле, иногда эти мысли, они заставляют изменить себя полностью, полностью свою жизнь, направление. Вот. С помощью медитации можно получать энергию. Масса всего, понимаете, то есть это огромный инструмент и для большинства людей медитация, это как убийство какое-то, да, вот как церковь, да, отрицает все вот эти духовные развития, медитация, они считают, что это что-то такое. Ну, они правильно боятся, это же темные все эти делают вещи, создавали эти все религии. И когда религия будет признавать духовное развитие, то она сама разрушится просто, то есть она не будет сама себе копать яму. Поэтому, естественно, и будет рассказывать сказки, что вот контактеры это там, темные силы там, маги, темные силы, ведьмы там, колдуны там, всех их закопать, уничтожить, распять и еще что-то сделать. И туда же медитация отправляется. То есть эти люди, они далеки от духовного развития, вот, даже не интересуются, слепо верят. Большинство из нас со школьной скамбии, с института очень слепо верят во все. И никто даже не задается вопросом, а почему так, а где это написано? Можно я пройду рукопись, посмотрю, там, летопись, вот, первоначально, где это все было написано. Тогда им все давно переписано, эти рукописи лежат в музеях, библиотеках и никто ими не пользуется, а пользуются книгами, которые написали немцы, они все переписываются, переписываются с поколения в поколение. В школах это обучают, в институтах, вот, естественно, другие книги переписаны. И эта вся информация нам дается, мы в нее верим. Когда реальная появляется информация, то мы начинаем сомневаться, что-то я внутри не ощущаю эту информацию. Люди, которые развиты, да, они очень много пишут, да, я с вами согласен, согласен, разделяю, как бы еще не все понимают, но есть время изучить видео на канале, почувствовать, вот, и начинать двигаться в этом направлении. На самом деле, поверьте мне, вот, даже если посмотреть, вот, там, три года назад на канале моей лекции, когда я там такое-то был, потом промежуточные какие-то лекции, поверьте мне, что если еще посмотрите еще через несколько лет, естественно, развитие, оно уже не останавливается и человек совершенно другое уже. Как выглядит, как говорит, как чувствует, тембр голоса, состояние его. Это все очень важно, то есть, насколько это все работает. Многие начинают медитировать, болит в этой чакре, болит здесь, то есть, это не говорит о том, что что-то плохо, просто вы начинаете почищать ваш энергетический аппарат, там же, как венозная система есть, да, артериально-венозная система, также есть энергетическая система, такие же капилляры, сосуды, где есть чакры, маленькие, большие, такие насосики, так называемые, да. Естественно, у каждого человека их свое количество, они направляют энергию в свою сторону, да, и нету одинаково анатомического, одинаково анатомического строения, то есть, если взять капилляры, все равно у кого-то здесь вена проходит на руке, если заменят, другого не проходит в этом месте, она либо левее, правее, либо вообще отсутствует. Также там проходят другие капилляры энергетические, и вот у кого-то заболела, болит, значит, надо уменьшить количество медитации, попробовать отложить, вот, потом постепенно этот канал прочищается, все нормально. Специально, например, вот, допустим, когда бегают по чакрам, но это мало что дает, на самом деле, да, можно побегать первое время, потренироваться, но на самом деле неспособность это не открывает, и так далее. Это только нужно при лечении себя в определенных целях. Вот, тема, на самом деле, интересная, все гениально просто, вот, когда, вроде бы, много-много-много, я говорю, еще кто-то говорит, все вот это говорят, 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 человек, думаю, как тяжело, что-то он говорит, такое, да. На самом деле, когда человек это все прочувствует, почувствует, очень все легко и просто. И сравнение, когда человек только начинает переходить, за голову хватает, целая наука, там, вот, изучить какие-то витамины здесь, да не надо ничего изучать. Есть определенные продукты, просто которые нужно есть, вот, если там сложно вникать, вот, есть консультация, обращайтесь, вот, берем для вас специальные, конкретные, топ-продукты, которые постоянно нужно есть, которые давать вам будут максимальную энергию. И подходит только вам конкретно. И группа продуктов, которые, допустим, там, просто нейтральные, побаловаться мало что дает. Вот, и все. И когда это все человек осознает, делает, у него все нормально работает. А когда мы начинаем на каких-то генетических уровнях вникать, вы знаете, там, такой-то ген, там, вот, он может воздействовать, там, такой-то, нет, я это есть не буду, там, надо пойти, чтобы какой-то генетик вытащил этот ген, и чтобы вот это вот растение влияло на организм нормально. Да просто не надо его есть, есть вещи, которые подходят, а есть вещи, которые не очень подходят. Итак, заканчиваю это видео. Всего самого доброго. Развивайтесь духовно. Пишите комментарии. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok